Музыка Первая транспортная проблема, вызванная весенним таянием снега, появилась в Мазановском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Мазановского района Михаил Пивень. Талая вода затопила дорогу, которая ведет села Паутовка и Маргаритовка. Глубина воды на участке трассы достигает двух метров. Проезд автотранспорта по ней невозможен. 24 марта на месте пройдет выездное совещание специалистов Упродора, районной администрации и прокуратуры. По результатам планируется выработать решение и определить меры по ликвидации подтопления. С 24 марта в Благовещенске перекрыт для движения транспорта перекресток Пионерская-Красноармейская. Причина – проведение аварийного ремонта на магистрали водоснабжения. Дефект выявили 23 марта. В администрации Благовещенска сообщают о временном изменении схемы движения ряда автобусных маршрутов. По прогнозам, ремонт на перекрестке закончат вечером 26 марта. Амурские сельхозпредприятия завершили зимнюю ремонтную кампанию. По данным регионального Минсельхоза, в посевной примут участие 3500 тракторов, 1600 сейлок и более 2000 почвообрабатывающих агрегатов. Прогнозный посевной клин составит более 1 200 000 гектаров. Порядка 900 000 займет СОЯ. Площадь сева зерновых по сравнению с прошлым годом увеличилась и составит 220 000 гектаров. С осени к посевной подготовлено почти 900 000 гектаров пашни. Это 92% от плана. Заготовленные запасы топлива составляют 90% от необходимого. А вот удобрений пока приобретено лишь 34% от потребности. В Минсельхозе напоминают, снижение показателей по вносу удобрений может привести к лишению сельхозпредприятий государственных мер поддержки. Весенний сев при Амуре традиционно начинается в конце марта – начале апреля. На выборах губернатора Амурской области, которые пройдут 10 сентября 2023 года, амурчане смогут голосовать не по месту прописки, а на любом удобном для них участке. Такие возможности даст применение механизма «Мобильный избиратель». Соглашение о внедрении сервиса подписали Амурский обл. сберком и сеть региональных МФЦ. Для того, чтобы воспользоваться правом голосования на любом участке области, избирателю необходимо через МФЦ подать соответствующее заявление за 45 дней до дня выборов 10 сентября. В многофункциональных центрах для этого будет открыто специальное окно. Как стать предпринимателем? Почему бизнесмен бросает прибыльное дело и уходит на государственную службу? И насколько реально достичь карьерных высот, оставаясь жить в Преамурье? Ответы на эти вопросы из уст успешных амурчан услышали благовещенские старшеклассники. Для участников проекта «Лицей будущих лидеров» подобные встречи не в новинку. На этот раз в гости к школьникам пришли амурский сенатор Артем Шейкин, зампред правительства Амурской области Петр Пак и успешный бизнесмен Евгений Комогорцев. Каждый из них откровенно ответил на десятки вопросов. Я все-таки выбрал путь уйти из бизнеса и заняться государственной службой. Первые два года я практически вообще ничего не понимал, что я сделаю и для чего я для себя определил. Это как быть честным чиновником и действительно привносить что-то лучшее. Предприниматель – это не профессия, это свойство характера. Многие из вас, наверное, сидят, думают, что дать сейчас открою какой-нибудь магазин, буду учиться в институте, там, не знаю, какие-нибудь гусы буду продавать, и у меня это получится. У 95% не получится. Жить здесь – это и интересно, это и перспективно, это закроет очень много вопросов для человека, который действительно хочет развиваться. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok